Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Шмени, восьмой что восьмой?» Восьмой день, которым наконец-то мы построили временный храм, они осветили его, и вот Аарон становится первосвященником, получает наконец-то официальную должность, а не просто был старшим братом Муше, и, казалось бы, такой великий праздник, который посвящен на самом деле прощению нашего греха Золотого Тельца, но дети – наше счастье, дети все портят. Точнее, я говорю о двух старших сыновьях Аарона, Надавиавиу, которые полезли вперед, как сказано, принесли чуждый огонь, эш, зора и сгорели, сгорели на работе. Что же там на самом деле произошло? Есть множество комментаторов, которые обвиняют наших сыновей Аарона, но есть такие, которые оправдывают. Медр Шраба приводит четыре основные причины того, что то, что сделали сыновья Аарона, является проступком. Первое – это то, что они полезли не туда, куда нужно. Второе – это то, что они принесли не то, что нужно. Третье – это то, что огонь они взяли ниоткуда положено. И четвертое – что они полезли впереди старших, то есть попереть батьков, пекло в прямом смысле этого слова. Если подвести общий знаменатель, что же на самом деле, в чем провинились сыновья Аарона, то они на самом деле пытались изобрести новый иудаизм. И как это сегодня актуально, когда мы всячески пытаемся, уверены в своей бесконечной исключительности, или наоборот в поисках дешевой популярности, придумываем какие-то кичевоформатные раввинские представления, ребецен, не ребецен, или просто в основном вовлекаемся яркой современной формой, забывая о контенте. То есть изобретаем новый иудаизм. Шимшан Рефоль Гирш, один из величайших немецких мудрецов XIX века, который всю свою жизнь боролся с изобретением нового иудаизма, говорит о том, что проступок сыновей Аарона был в том, что они забыли, что они коины, а служение священников, оно четко регламентировано Торой, и никаких тебе новых форматов, и любая попытка внесения каких-то новых форматов в служение в храме граничит уже с идолопоклонством. Но, дамы и господа, Рашимшан Рефоль Гирш предупреждает и нас с вами. Он говорит, что это не только предупреждение коинов, не забудьте того, того, что нас с вами называют народом священником, святым народом. И поэтому это предупреждение нам с вами, или как перефразируя слова Бориса Гребенщикова, даже если движутся мальчики в радужных перьях, они никогда не помнят, о чем поют трубы. Но есть и те, которые оправдывают сыновей Аарона, как, например, любавический Ребе, который в своей бесконечной любви к еврейскому народу всегда находит оправдание даже самым тяжелым проступкам и говорит о том, что сыновья Аарона, они не то чтобы искали новый формат, они просто вышли за пределы реальности, материальной реальности, и служили Всевышнему в совершенно другом возмерении, и просто вознеслись, сгорели, выгорели из этого материального мира. Но такие противоречивые объяснения, мне кажется, кто-то должен навести в них порядок. И наводит в них порядок, по крайней мере, на мой взгляд, Рав Кук, основатель религиозного сионизма, который живет в очень интересное историческое время, во время, когда Ешува и Ашан, старые поселенцы земли Израиля, потомки еще хасидских семей, которые в конце 19 века, в конце 18 века приезжают в землю Израиля и придерживаются крайне ортодоксального иудаизма, сталкиваются с новыми мальчиками-пионерами, то, что называется Ешув Хадаш, новыми репатриантами-сионистами, которые полны национального самосознания, но очень далеко, всячески пытаются уйти от еврейской традиции. Говорит Рав Кук, объясняя поведение сыновей Аарона о том, что нет никакой проблемы в поисках новых форматов. Но когда мы ищем эти новые форматы в служении Всевышнему, воодушевленные, так сказать, духовной эйфорией, мы зачастую можем забыть того, что эта эйфория должна всегда держаться за незыблемый фундамент нашей традиции. И когда отрываешься от этого фундамента нашей многовековой, многотысячелетней традиции, в этой ситуации даже великие умы могут сгореть. Или, опять же, перефразируя Гребенщикова, чтобы стоять, нужно держаться корней. Поэтому, дамы и господа, будьте творческие, ищите новые подходы, но не забывайте держаться корней, или, как говорит наша глава, соблюдайте технику пожарной безопасности, чтобы не сгореть на работе. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok